Друзья, всем привет! В прошлом видео я показывал оценки, которые купил в магазине по 199 рублей, которые потеряли свой товарный вид и были уценены. Но, плюс к этому, они с сюрпризом. Они заражены как минимум мучнистым червецом, которого мы вчера, во вчерашнем видео вместе с вами наблюдали на листьях этих орхидей. И вот я в прошлом видео сказал, что я купил эти орхидеечки для того, чтобы показать... Ну, во-первых, они мне понравились. А во-вторых, чтобы показать на нашем канале, что обычно я делаю с уценками. Ну, обычно я выбираю уценки, которые здоровые, более-менее без насекомых. В общем, чистенькие, хорошенькие. Но в этом случае те орхидеи, которые мне понравились, они, к сожалению, были заражены насекомыми. Поэтому я все равно их взял, к тому же для того, чтобы показать их на канале, как я, собственно говоря, поступаю с насекомыми, что я делаю с орхидеями, какие шаги предпринимаю. Вот эти обе орхидеи. Я еще их не чистил от мучнистого червеца. У этой орхидеи мучнистый червец в пазуках. Мы с вами вчера при обзоре обнаружили. А у этой орхидеи, уже присосавшегося к поверхности листика, вот он, беленький мучнистого червеца, это самка, которая уже присосалась к поверхности листика, обросла такой паутинкой и уже там под своим брюшком, по всей вероятности, уже откладывает яйца. И, значит, я сейчас вам покажу и расскажу, что я буду конкретно пошагово делать. Ну, во-первых, ввиду того, что на этих орхидеях, друзья, у нас цветы не товарного вида, а цветы сами по себе являются, ну не знаю, как знаете, приманкой для большинства насекомых-вредителей, я у этих орхидей цветоносы обрежу, чтобы облегчить себе работу в борьбе с насекомыми-вредителями. Обрезать буду до живых почек, то есть обрежу вот именно сами вот эти вот цветущие, точнее заканчивающие цветения цветы, друзья. Вот оставлю раз, два, три, четыре почки, остальное я, друзья, как бы это грустно и печально не было, я срежу, потому что в цветах могут скрываться огромное количество различных насекомых, которые даже на белом фоне, невооруженным глазом, ну практически там незаметно, вот как, например, видите, там вот черное уже что-то такое сидит, даже вникать не буду. Это первый момент. Второй момент, друзья, почему желательно у слабых, ослабленных орхидей, у ценок срезать цветоносы. Несмотря на то, даже если вы будете их обрабатывать, очень часто уцененные орхидеи, они с потерянным иммунитетом. Потерянный иммунитет зачастую бывает из-за того, что многие функции у орхидеи не работают. И в первую очередь корневая система. А когда неработающая корневая система, то замачивая горшок в различного рода препаратах, которые системно работают через, попадая там через корни внутрь растения, и через несколько часов, если растения здоровые попадают, через несколько часов доходят до цветочков, на которых могут скрываться личинки, яйца, сами там самки этих насекомых-вредители, то через несколько часов препарат подействует и, соответственно, получат отравляющий эффект эти насекомые. А вот если корни не работают, то замачивание корневой системы не приведет никаким результатам. То есть вы можете замочить корни, а корни не работают, не тянут влагу, они в стрессе, они в режиме ожидания. Орхидея живет в замкнутом цикле, то есть она отключает корневую систему. Корни, ну, в большинстве случаев после такой отключки просто погибают, да. Поэтому вот иногда архаманы-новички жалуются на то, что вот мы взяли уцененную орхидею, обработали ее от мучнистого червеца, никакого эффекта не произвело. А как обрабатывали? Ну вот замачивали, замачивали в горшке. Все, все. Поэтому и не помогли препараты, потому что корни не втягивали, не всасывали препарат, раствор, жидкости туда, и, соответственно, внутрь ничего не попадало. Вот и все. Поэтому, друзья, я как бы обрезаю цветоносы, чтобы не искушать судьбу по причине того, что корни могут не работать, и орхидея может не втягивать раствор с... Так, обрезать буду вот здесь, наверное. Вот здесь прям такая хорошая живая почка. Прям даже вот что-то там уже подраскрылась. Но все равно вот так вот обрежу сантиметр от почки. Все. Поэтому обрезаю, потому что в цветах может быть столько... Это как троянский конь, друзья. В этих цветах может скрываться огромное количество. Тем более плюс орхидеечки у ценочки в не очень таком, знаете, хорошем состоянии. Поэтому перейдем к столу, где я продолжу манипуляции с этими орхидеями. Мы распотрошим корни и проделаем кое-что с ними. Друзья, а это уже несколько часов спустя, после того, как я перевел экран на тот стол, где я потрошил эти орхидеи. 17 долгих минут я подробно все рассказывал и показывал, что я делаю с этими орхидеями. Все нормально, завершил съемку. Пожелал всем добра, здоровья. Выключил видеокамеру. Прошло несколько часов. Сел сейчас за этот рабочий стол, чтобы смонтировать видео. И вот первый кусок видео, который вы сейчас видели, был все нормально. А второй, который я снимал с перевернутой камерой, к сожалению, не записался. Звук на 17 минут записался, а изображением одна белая картинка. Но вместо этих 17 минут, друзья, я сейчас подробно все расскажу и покажу. Вот, как вы уже поняли, уже на распотрошенных орхидеях, вот этих вот двух красотках, что я делал, для чего и зачем. И постараюсь уложиться не за 17 минут, а как минимум, точнее, как максимум за 5 минут. Итак, друзья, ну, мы с вами не один десяток орхидей потрошили корни на нашем канале, поэтому здесь, конечно же, ничего особо интересного не было, за исключением того, что в обоих этих орхидеях в грунте, а грунт состоял из мелкой фракции орхиаты и кокосового торфа, присутствовали насекомые. Ну, белые маленькие такие жучки, а новички часто с такими фотографиями жучков выкладывают в ленту в группу Архамания, ВКонтакте или Фейсбуке с вопросом, помогите девочке, что это за животные поселились в этом горшочке. Это обычные подуры, которые питаются разлагающейся органикой. И, собственно говоря, ее в этих горшках было немало в виде разлагающейся коры и уже слежавшегося торфа, который добавляли в посадку в эти орхидеи. Поэтому, соответственно, при слишком сильном поливе, прям мокром поливе, одна из этих орхидей была прям чересчур перелита, залита корневая система, какая из них, я уже не помню, по-моему, вот эта вот, я ее держу в руках. Но не суть. В общем, мы распотрошили корешочки. Все, друзья, обрезал по-живому, все кончики у этих орхидей, обрезал по-живому. Оставил только живые корни, но на удивление сказать, корни у этих орхидей очень даже в таком неплохом состоянии. Я срезал все гнилое и все сухое. Срезы я ничем не обрабатывал. Почему? Потому что следующей манипуляцией у нас была обработка этих орхидей раствором от насекомых и раствором от грибковой гнили. Но прежде чем обработать эти орхидеи, погрузить в раствор вот этих препаратов, я сейчас покажу, механическим способом я почистил все эти орхидеи от присутствующих на ней крупных экземпляров мучнистого червеца. Ну, ввиду того, что наш канал смотрит 95% женщин, процедуры это не из приятных. Поэтому я прям пальчиками брал и удалял, соответственно, всех этих мучнистых червецов. Используя вот эту вот зубочистку, я залазил во все пазухи и пытался из всех пазух, из точки роста, все это дело, друзья, выковырять. Еще один момент был такой, что у одной из орхидей корни были уже напитаны водой. И поэтому обработка корневой системы, как зачастую я советую в видео, что достаточно раствор от насекомых залить в горшок вместе с грунтом. Кстати, у нас есть хороший плейлист, который называется «Октара от насекомых вредителей», где я применяю октару для различного рода насекомых вредителей, включая трипсов, включая мучнистого червеца. И вот одно из видео, в котором я прям подробно показываю и рассказываю, как я применяю октару для борьбы с мучнистым червецом, я в верхнем правом углу по ссылочке оставлю. Там все подробно, как это действует октара, все там показано, рассказано, и как обрабатывать орхидею именно в грунте. Но вот эти орхидеи мы обрабатывали не в грунте. Мы приготовили с вами раствор, состоящий из... Для начала мы 2 мл топаза, препарат, который хорошо справляется, не раз мы его применяли в различной дозировке. У нас, кстати, тоже есть плейлист, я оставлю ссылку на плейлист «Топаз для орхидеи», где мы активно применяли топаз и разбавляли 2 мл на 2 литра воды и 2 мл, вот как здесь написано, на 1 литр воды и даже использовали его в неразбавленном виде прямо на основании орхидеи. И препарат прекрасно справлялся с некоторыми видами гниения, вызванных различными грибками. И вот эти 2 мл на 5 литров воды. Вот такая вот у меня квадратная прозрачная емкость. Кто постоянно смотрит наш канал, те уже не раз видели вот такой вот бокс на 5,5 литров. Вот сюда я налил 5 литров теплой воды, 30 градусов вода. Сперва добавил туда топаз, потому что в одном из видео я рассказывал, есть определенная очередность добавления компонентов, когда мы готовим коктейли из разных препаратов, состоящих по борьбе с грибками, по борьбе с насекомыми и различного рода стимуляторами. И вот первым мы всегда добавляем препарат в раствор, препарат по борьбе с грибковыми и бактериальными заболеваниями. Вторым препаратом мы добавляем препарат по борьбе с насекомыми вредителями. В нашем случае по борьбе с мучнистым червецом я добавлял октару. У меня октара, я пользуюсь вот с такой сухой, с вот такой вот голограммой, гарантирующей, что это не подделка, видите, вот такая вот. Этот пакетик на 4 грамма рассчитан, но на 5 литров теплой воды я высыпал пол пакетика. Я в видео прям показывал, как легко и просто рассчитать пол пакетика, 2 грамма воды на 5 литров воды, 2 грамма, точнее, порошка на 5 литров воды. Взял вот так вот пакетик, распределил его на дне, потом пополам его свернул, свернул, половина содержимого пакетика осталась в одной части, вторая половина в другой части. Отрезал от здесь уголок и высыпал то содержимое вот этой вот половинки. Итого вот у меня сейчас во второй половинке осталось 2 грамма этой октары. А 2 грамма я использовал, применил на 5 литров воды вот сюда. Плюс, еще раз повторюсь, добавил сюда топаз, 2-миллиметровую ампулу. Открыл кончик при помощи ватного диска, добавил октару и размешал все содержимое палочкой. Дал настояться раствору минут 5 и поочередно, сперва одну орхидею погрузил 5 минут корнями, потом 5 минут листьями вниз. Почему листьями вниз? Потому что у одной из орхидей корни уже были напитаны водой и если вдруг орхидея получает стресс, ну там при транспортировке или еще что-то, у нее вполне могут не работать корни. Вот в первом сюжете я рассказывал о том, что почему я срезаю цветоносы. Вторая причина это одна, что срезают цветоносы, что в цветоносах могут находиться различные яйца, отложенные насекомых вредителей и трипсов, и мучнистого червеца. И если мы цветущую орхидею, купленную в магазине, обрабатываем только грунт, только грунт, в надежде, что корни орхидеи всосут в себя вот это вот средство по борьбе с насекомыми вредителями, а в нашем случае это октару системного действия, которое попадает через корни внутрь в сок растения, и за несколько часов, ну где-то 4-5 часов, медленно продвигается с соком до цветочков. И сокососущие насекомые, находящиеся на этом цветочке, впитывают в себя, пьют этот сок, и в итоге они получают отравление. То в случае том, что если вдруг корни у орхидеи нерабочие, а мы зачастую покупаем уценки в не лучшем состоянии, и в большинстве своем уценки имеют уже нерабочие корни, ввиду того, что орхидеи получили немало стрессов, это от неправильного полива, от неправильного содержания, просто от долгого нахождения в этом целлофановом пакете. Ну вы сами видели, в каком состоянии орхидеи бывают в уценочных отделах, и зачастую корни не работают, и мало обработать только корни раствором от насекомых вредителей, поэтому необходимо обрабатывать и верхнюю часть растения, и мы с вами вместе в утраченном видео обработали в этой емкости и верхнюю часть растения, в том числе 5 минут корни подержали в растворе, потом перевернули, и листьями вниз подержали в растворе. Если есть возможность целиком растения погрузить в воду прям целиком, 5-10 минут с ним ничего не случится, но при этом обратную часть листиков, обратную часть листиков нужно этим раствором прям протирать хорошо, и все растения, мы с вами, все растения, и одну и вторую орхидею, после того, как механически удалили всех насекомых, какие мы увидели, все это дело мы раствором октары с топазом все это дело прям хорошо прям промыли, все промыли и втирали, особенно обратную часть растения, втирали прям, потому что здесь находятся устицы и если корни не работают, то обязательно через устицы внутрь растения попадет приготовленный наш раствор по борьбе с насекомыми вредителями и по борьбе с некоторыми грибковыми заболеваниями, вот такую мы обработку в утраченном виде видео совершили, после того, как я достал эти орхидеи из емкости с раствором, я вам посоветовал о том, что если мы делаем обработку в утренние часы, а я стараюсь делать обработки в утренние часы, когда еще там полчаса до первых лучей солнца, когда обрабатываем, корни напитываются этим раствором, листья напитываются и когда свет попадает на орхидею, она уже в себя внутрь вбирает то, что напиталось то, что напитали корни, но если мы, я утром не промакиваю, ничего не вытираю, а вот если в вечерние часы делаю обработку, то беру туалетную бумагу либо салфетку и промакиваю точку роста обязательно и все пазухи промакиваю, потому что за ночь листья могут не успеть просохнуть и вот как раз таки вот сейчас мы с вами видим то, что мы несколько часов назад не в ночь, а днем перед камерой я делал обработку и говорил, что через несколько часов орхидеи полностью листья просохнут, вот как раз прошло, пользуясь случаем несколько часов и вы видите, что эти орхидеи они полностью просохли, кстати, после обработки они приобрели более такой, знаете, какой-то более такой интересный вид, такой, вот кстати корни второй орхидеи, посмотрите, у обоих орхидеи корни не успели погибнуть и вот, по-моему, они в хорошем состоянии, мне кажется. В общем, друзья, вот такая вот наша с вами обработочка и я сказал в утраченном видео, что эти орхидеи я поставлю на карантин, причем прям на карантин карантинный, они будут стоять абсолютно вдалеке от всех орхидей, даже от тех, которые в хорошем состоянии тоже находятся на карантине, потому что эти орхидеи были заражены мучнистым червецом. Ну, на самом деле не такой страшный уж насекомый, с ним легко бороться, но тем не менее. Следующую обработку, я уже сказал, буду делать через 6 дней. Я уже не раз говорил, что насекомые вредители, они от системных препаратов, когда сосут сок у орхидеи, они впитывая в себя сок, они получают отравление. Неважно, на какой стадии личинка это, либо это взрослое растение, но когда насекомое находится в виде яйца, внутри отложенного яйца, они сок не сосут. И вот этот период, на них никакие препараты не действуют, никакие не действуют на яйца, за исключением тех препаратов, которые высокий класс опасности, они очень дорогие, ядовитые, могут не только там убить яйца в том числе, но и подшатнуть здоровье. В основном они в продаже запрещены, я таким препаратами не пользуюсь. А вот самый сильный препарат это октары, из которых я когда-либо применял на орхидеях, просто нужно по уму применять его, либо с работающими корнями, если корни не работают, то и обрабатывать листву, либо делать это системно, то есть следующую обработку через 6 дней я сделаю, почему? Потому что высокая вероятность, что в растении находятся яйца, сейчас взрослые все погибли, погибнут еще, а яйца вылупятся через какой у них инкубационный период, он может быть от 5 до 15 дней быть инкубационный период, ну в зависимости от окружающей среды, чем теплее, тем они быстрее вылупляются, чем прохладнее, тем дольше, поэтому и рекомендуют именно несколько обработок через 6-8 дней делать 3-4 обработки оптимально, вот и мы с вами следующую обработку сделаем через 6 дней в надежде на то, что за это время успеют, если есть яйца в этих листьях яйца мучнистого червяца, они вылупятся, будут в стадии личинки, и вот в стадии личинки мы на 6-й день обработаем, и высока вероятность, что мы их убьем, если они еще будут в яйцах, то через еще 6 дней мы еще раз, третий раз обработаем, и точно мы их убьем, так что вот такие вот шаги с этими орхидеями сегодня я предпринял, и вот к сожалению вместо утраченного файла мне вот пришлось все-таки я смотрю по времени все те же 17 минут утраченных вам все это дело друзья рассказать подробно, в общем вот такие вот такие процедуры с этими орхидеями, всем добра здоровья, всем кому если что-то непонятно задавайте вопросы в комментариях под этим видео, я обязательно отвечу надеюсь вот такая вот оказия не повлияет на то чтобы поставить лайк этому видео и поделиться своими какими-то умозаключениями в комментариях под этим видео всем друзья добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока пока